Да, либо пойти в улын с пугной, просто чтобы вот прям до конца, либо что-то супер лейтовое, что прям вот будет на верочку убивать все. В такие моменты обычно приходит в голову какая-то вообще Медуза. То есть только она способна выйти в глубокий лейт и убить всех. Медуза, кстати, тоже норм, потому что все-таки все эти персонажи с физуроном, контактные, они хотят к ней подходить. Или хотя бы как-то. Да, против Брюмастера она вообще кайфует. У нее этот мультишот, она сразу по всем Брюмастерам бьет, и все они по очереди умирают. Но если вот не Медуза, я думаю, что скорее всего фнатики Медуза не возьмут, а бет на миде, вот кем еще бет может? Бет можно очень больше. На Крабе только что играл. Ну-ка, Темплар Ассайсин. Ну, да чем? Ну, вытягивать игру в лейт с леканом плохая идея. Ну да, особенно против Брюмастера, у которого Бива, который даст два диспла за 4 секунды, это опасно. Но с другой стороны, они могут с Темплар Ассайсин быстренько забейт Рошана, взять быстрое БКБ и запушить. Ну да. Все герои темповые, да, поэтому они могут раны закончить. Но если они протупят и за 10-15 минут не захватят полное доминирование по карте, то в дальнейшем ТНС могут просто один раз там выйти, где-то удачно под Рошана, через Смог забрать Рошана, получить преимущество в виде Айгис или Сыра, если это будет второй, и уже игру не отдадут. Я так понимаю, ключевым моментом будут являться стаки Эншентов, потому что должны контролить ТНС это дело, чтобы Темплар Ассайсин не могла... Если она будет их делать. А Титан может бафт с тех стаков и идти тут же бить ее на центре. Может, может, да. И ты думаешь, уже стоит ли банить эти стаки, да? Стоит ли их делать, возможно. Ну, слушайте, а мы хоть раз видели, чтобы Темпларка не формила стаки в игре? Ну, то есть ей не стакли Эншентов. По-моему... Я вчера игру смотрел, там было дело. Он сам себе стакнул и розык, и все. В каких-то играх вот очень круто приходит Темплар Ассайсин, когда, например, у противника есть Акс. То есть приходит Акс, нажимает на кол, забирает все стаки. Но здесь у Тиньси нет такого героя, который бы мог вот прям прийти на минуте 15 и все забрать. Соответственно, выгоднее будет банить. Ну, посмотрим. Темплар Ассайсин, конечно. Не так часто мы этого героя видим. И обычно он взрывает. Он очень сильный. Особенно в прямых руках. А Эббет-то прямой. Да, Эббет прямой. Он задушит. Но время все равно против фанатиков работает. Сколько у них минут есть примерно? Ну, за 35-0-5 уже все, трон взрывается. Мы не успели, да? 35-0-1. Вот Брюмастер, мы его не очень любим, но черт возьми, как же он хорош против Ликана. Вот, не знаю, вижу Ликана, беру Брюмастера. Все. Я человек простой. Вижу Ликана, беру Брюмастера. Но опять же, тут надо попасть в линию, чтобы у тебя хотя бы шестой левел был. Потому что у тебя могут быть ситуации, в которой тебя загнобили на линии. Брю все-таки очень плохо камбэкает. Да. Давайте смотреть. Вторая карта. Тинси против Фнатик. Начинает играть прямо сейчас. Сейчас прыгаем в игру, и Форс с Лексом комментирует. Митя, Темпларка против Мирана. Это выигрышный лайн для Темпларки. Потому что Темпларка не боится Старштормов. Она доджит все это при помощи рефракшена. И совершенно спокойно стоит против такого персонажа, как Мирана. На харде. Там Виндрейнджер плюс Акс, даже несмотря на то, что в пике там Манки Кинг, который вроде бы против Акса хорошо стоит. Но Тинси придется начать триплой там, чтобы дать Манки Кингу пространство. Купить хотя бы там тапки или там Фейз или Аквилу. Ну, короче, какие-то стартовые артефакты, чтобы он смог нормально стоять. То есть им нужно там триплой начать, если они хотят, чтобы Манки Кинг не страдал. В боте, в боте, в боте, в боте, в боте. Ликантроп, по идее, плюс Варлок, но мы видим то, что Виндрейнджер... А, Виндрейнджер тоже в топе. Там неужели хотят Ликантропа одного оставить? Ликантроп один на один проиграет Брюмастеру, скорее всего, из-за того, что Брюмастер будет постоянно пиво кидать и перединаивать его очень сильно. Так что я не уверен, что это хорошая идея. И, к тому же, там с ним еще и Тимс, то есть там 2х1, Ликантроп вряд ли сможет отстоять. Хорошо, поджигают тут Рэйвена. Здесь за руну будет драка самая интересная. Ликан забирает Энви руну. Три руны для команды Фнатика. Отличная работа. Тут прям кто перекликает мышкой. У Энви все получилось. Так, что в итоге? Энви действительно пока один. Конечно, мы можем увидеть в любой момент телепорта. У Паладекти такой запах. Манки Кинг пешком может прийти в бот, он быстрый очень, но он не хочет этого делать, он возвращается на лайн. Кстати, он так далеко убежал, что он вообще делает? Кто? Ты про кого? Манки Кинг. То есть он вот так вот там рядом с Рошпитом бежал, почему он сразу не мог выйти нормально? Они готовы к встрече второй пачки крипов или что? А, ну окей, Рэйвен просто улетает. Он улетает в топ. Вот это интересно было. И при этом он улетел так, что тут уже как бы одного крипа. Ну ладно, один крип это неплохо. Не так плохо, точнее. Ну это Душилово, Энви будет. Тут Душилова, Клэп, СМH и Энви начинают отзванивать. Ну конечно, Регена купил много, но честно говоря, для такой линии этого недостаточно. Сюда приходят Варлок. Так вот, Варлок очень мало маны, как-то он не купил Кларити, он купил только одно манго, видимо 6 танго и там варды, и все деньги закончились. Как-то грустно, но сейчас Shadow World там 3-4 скинет и все. Это учитывая еще и Кларити. Ну, Энви должно этого хватить, тут равный лайн получается. Вот в топе только у Манки Кинга лайн совершенно неравный, тут ему сложно будет стоять. Сейчас стики купят Юниверс и Диджи, и то, что Ку-Ку спамят голубями здесь, это не будет вообще никакого давления оказывать. Но пока, кстати, Миран отлично стоит, 3-4 у Армала, Абе должен потихоньку разгоняться. Там крипа аранжевого постараться задинать в боте. Если Энви будет прикрывать пайлайдай, то в боте Энви будет фармить. Ну, тут и СМХ будет фармить. Как-то мы видели панду, которая не прокачивала пила. Надеюсь, что здесь этого не будет, иначе. Сами понимаете, это будет очень странно. Так, тут не даю Диджи отводить крипов. Хотя бы одного... Нет, никто не реагирует. Одного даже было бы неплохо, пачка бы его съела. Хоть чуть-чуть лайн пушился бы в сторону Тинси в таком случае. Так, это настоящий курьер. Это настоящий курьер. Так опасно, он здесь бегает, постоял даже. Ну, контролирует карту всю полностью. Тинси не понимает, где противник, кто на центре, кто на топе. Миранда Де, ох, неприятно. Повезло здесь Армалу. Айнш крипа хочет и стрелой, конечно, как-то забрать. Так. Прямо Аббит выложил в рейсбенд и нажалил ламанка. Ну, все правильно. Пока действует дабл демэдж, Армал может тыкать в темпларку, отзонивать ее. Потихонечку, так помаленечку, какие-то артефакты еще Армалу там приехали. Дополнительные. Кажется, там кольцо просто Нормор доехало ему. Эксплуатирует курьера, на самом деле. Можно кольцо Нормор сразу с маской принести, чтобы Аквилу собрать. Ну, Пивко пока сама еще не качает. У него только второй уровень. Пока это логично, что этого пивка нет. Так, два стака. Третий пошел, палку дает просто, чтобы Шигу Мастер реактивирован был. Очень мало хп у Скаймага остается. Да и Ригена, честно говоря, тоже практически на этой линии нет. У Манки Кинга еще что-то есть. У Скаймага, возможно, придется выкинуть все болты и уйти просто домой. Да, либо умереть от Э2-вышку, как это обычно делать. Ну, здесь он слишком далеко стоит от Э2-вышки, от Враженской придется просто еще умирать. Пока Энви стоит уверенно, Варлок пошел просто отводить крипов. А, тут Аблос, так, да, тут все нормально, нормально. Сейчас эта пачка быстренько должна быть зафармлена. Не знаю, мне кажется, что отпуливать на одиночный легкий стак и потом переагривать вот эту пачку, ну, просто как-то невыгодно, потому что это долго, ну, долго, банально. Крипы не умирают. И соперник успевает подойти, там, что-то подзабрать, что-то подконтестить, каких-то крипов там забрать у тебя, твоих личных крипов, да, твоей команды убить. Какой-то фарм получить. А когда ты на легкий спаун пулиш два, это ведь несложно. На минуте 52 отпулил, и все, у тебя там даблстак уже. Главное просто не воткнуть этот момент, да, не стоять далеко. Пытаются убить Пайлодай, сейчас в боте здесь Тимс. Ну, Тимс очень много урона, он там Астрал, он-то нейтраль, да. Но тут его начинает бить вышка, и Тимс, возможно, если сейчас его заблокируют, как-то нет, но заблокировать его не получается. Наверное, без ботинка, был под ботинком, мог бы как-то пойти. Он ботинок вряд ли купит, он сразу начнет доминатор собирать. Ну да, это неудивительно, сейчас ли Канн ботинок не покупает. Умиранная проблема в центре, очень много дэмэджа Армал получил, надо фласку себе тащить. Ну и вот разница потихоньку начинает возрастать. Поначалу Армал хорошо покаясился, каких-то крипов задинаил, но в данный момент он начинает проигрывать очень сильно по стеку. Даже вот чекнул руну, никакого паврапа не нашел, телепортируется на базу, и Тимпларка обыгрывает. Обыгрывает, уже динаев много, стек у нее практически полный, и фласка есть, если как-то ее там прокоцают, она фласку нажмет, прикинется. В невидимости Диджи бежит, стоп, интересно, интересно, что тут, да, Ферзблат все-таки в боте с Мэйч. Мы так смотрели за этой варки, не видим, ладно, продолжим смотреть. Скаймак очень легкая цель, Баттлхангер через 2 секунды, ну, связать будут не проблема, есть связка, есть Агар, Баттлхангер, появляется, правда, Джингу Мастри, Рэйвен на развороте, но Юниверстики. Юниверстики и будет жить. Телепорт лежит в рюкзаке, но не страшно, он просто убежит, еще и руну под контролем, притом 2, еще и на Шрайн, ой, хорошо, прям идеально. Идеально. Можно будет еще нейтралов зафармить, поджечь, но... Он даже решил, решил, что танк хватит. Он может тебе кольцо купить, прям, либо дать манго 1 Диджи, купить кольцо, и стоять, серединиться, там, надо Вангвард вынести как можно. На самом деле, нетипично, что стоит именно Блингдагер, да, первым артефактом, мы привыкли, либо Худ появляется, либо Вангвард. Но Юниверс изменит сейчас, ему нужно кольцо купить, у него кончился реген, он не сможет доминировать над Манки Кингом вместе с Варкой без Вангварда. Снова в боте фраги, умирает в этот раз Варлок, под Фаталками находится Тимс, но это не сильно пугает. Контер Хеликс работает и с Батлхангером Юниверс вместе с Колом делает очередной фраг над Манки Кингом. Кончился регену Акса, ему там дают фласку, есть еще, кстати, шрайн, если что, можно будет отступить. То снизу происходит какой-то просто жесткий дайв, ребята бегают по таверам и не чувствуют никакого сопротивления. А вот это то, на что способен Брюмастер, на самом деле, в дабл-лайне, там, я уверен, что инмейт говорил плохие слова. Мы, кстати, с ним разговаривали вне эфира про Брюмастера. Я, в принципе, по многим пунктам с ним согласен, там, за счет Фаталок, да, видимо? Фаталки плюс волки. Профессиональные обзервники взяты. По многим параметрам с инмейтами я согласен, но Брюмастер это неплохой герой в современной мете, это один из лучших. Недавно, кстати, у НС вышло видео, кем поднимать рейтинг в новой мете. И я не смотрел его до конца, я вот так рывками глянул, и я там не увидел Брюмастера. Так вот, Брюмастер является одним из лучших хардлейнеров в сегодняшней мете для поднятия рейтинга. Потому что он очень популярен против метовых Спектра и Варлока в ММе. Ну, пока у СМЧ действительно есть все артефакты. Все прекрасно. Потихонечку фармит. Ну, видишь, пивко не вкачается. Вот это, кстати, меня удивляет, что пивко не вкачивается. Ну, кстати, пассивка раскачанная реально крутая. Там шанс крита, шанс промаха становится все сильнее и сильнее с каждым разом. Ты можешь вот на лане, если ты контактно дерешься, постоянно нападаешь на оппонент, или оппонент на тебя нападает, то за счет пассивки ты лучше тыкаешься просто, лучше размениваешься по хп. Ох, как давит. Вот как душилово, душилово. Душилово, нормально, нормально. Ну, ему он опять на базу предоставить, либо там ботлом отпеваться. Ну да, здесь просто душит. Мы перейдем на творце. Поймал маслину. Пять секунд, два телепорта. Сплит, нет со стола. Но слишком много героев. Ой, ну тут прям какое-то... Ну, отмени уже телепорта, дружище. Зачем ты сюда летишь-то? Вот это поймал. Орел, конечно. Не, ну... Жесть. Но, Envy говорит, пф, отлично. Лягушка... Envy сказал, иди умри. Все. Free farm. Притом, на секунд 20 free farm. Ну, вот эту пачку уже успеет. Я сомневаюсь, конечно, что Envy сказал, иди умри. Просто такая случайность получилась. Аркейн руну разбивает. Варлок вешает на тебя, что? Телепорта. И тп, аут, смейш, не как-то... Нет, нет, там окно было достаточно. Ну, 0,2 где-то так. Все под контролем. Fang War Taks, ты был прав. Никаких блинк-дайгеров, первым артефактом. Ну, и теперь стоять можно. Ну, и, разумеется, теперь можно не блинк купить. Это понятно. Ну, а теперь, да. Теперь блинк. И стоять, соответственно, на линии чилить. Ожидать какие-то стаки Enchant'ов. Мы понимаем, что здесь у Fnatic прям хватает героев, которых Enchant'ов готов фармить на 10-минуте свободно. Ну, на 10-минуте прям, наверное, ты переборщил. Ну, дезолятор хотя бы. Ну, дезолятор хотя бы. Дезолятор нужно. Да, в смысле, ты пистолятор не сможешь. Ты же издеваешься, Форс? Ну, ладно, ладно. Тепларка как раз таки может фармить просто с R-Fraction'ом в 4-е там и sideblades в 2-3. Не игрок на Тепларке. Ну, по опыту просмотренных матчей, наверное, да. А что поставили вообще? Ну, вот они. Тут уже ловушкой стак сделался. Ну, как, он и сделался, но попытался. Там сентри стоит, это сентри команды Fnatic. Он пытался разблокировать то, что поставили. Ну, стаки делаются, это круто на самом деле. С стаки делаются, да. Может быть, сейчас? Вместе с Pyloday можно все это дело зафармить, кстати, чуть попозже. Ну, надо хотя бы ПТ купить. Я понимаю, что 4-й рефракшн. Да, в идеале Pyloday бы пойти все-таки просто, может быть, а можно в мид, да? Ну, вот смотри, как это происходит, дружище. Ну, да, тут ловушек еще много, крипы замедляются. И легкая экспа для... Да, там на сентри надо было давить, и крипы уже подошли к башне. Он успеет получить экспу, он в радиусе находится сейчас. Он сейчас из аншентов и из лайн экспу должен был получать. То есть у него там 6-й уровень должен быть даже без книги. Можно будет отдать книгу VR-ке, чисто теоретически. Но можно, в общем-то, и варлоку, там, 7-й, 8-й уровень. Мастер здесь находится. Он с прямо сплитом. Он с прямо сплитом. Но пока... Можно сейчас убить тампларку на центре, если будет какая-то помощь. Ну, либо ару попасть, либо как-то заманить Абада чуть поближе. Схема к ловушке. Ловушка взрывает. Сюда подходит еще VR-ка. Надо шекло просто сбить телепорт. Еще и связывает Абдерево около Рошана. Ну, и один удар от Абада. Легкий фраг для Абада. Так, ну что, будет ли это быстрый блинк или дезалятор? Пока к викбай стоит блинк. Акс, что там по денежкам? Отлично, забрали топ. В размин, правда, Тинеси забрали бот. Там было два героя. В общем, с маной проблем нет. Соларинг покупать при таком тембилде не нужно. Ну, если у тебя боттл есть, да, наверное, соларинг покупать не следует. Хотя с боттлом, как мне кажется, маны побольше. Просто боттл позволяет тебе еще здоровье устанавливать. Если правильно двигаться по карте, то можно собирать руны и постоянно тоже быть на фулл хп фулл мана. Варлок есть голем. Так что можешь попытаться там выйти убить ту же Мирану. Под колем, удар смелда, стрела в катапульту. Ну, а снизу продолжает свое давление Манки Кинг. Пока Аквилла плюс ПТ почти есть. Не, так плохо он и отстоял, если честно, против Акса. Хоть у Акса Е5 тысячи, на этот раз уже 4900, если быть точным, конечно. Ну, там такая линия была, конечно. Что мог сделать Манки Кинг? SkyMak особо не помогал. В та ситуации, где SkyMak особо реально пользы не приносил на свои линии. Он стоял, в итоге только две смерти. Да, поначалу мне казалось, что лучше было бы Тинси триплой стартануть в топе, чтобы как-то подунизить Акса, не дать ему доминировать возможности. Но в итоге зато Тинси получили очень много фарма на Брюмастере в боте. Шейпшифт от Envy. Собака спит. Но сейчас она проснется и побежит. Бежать. Станы, станы, станы. Надо кидать. Как же его контролят. Как же его круто контролят. Но собака еще есть. Еще. И станчик еще. Исайл. Идеально. Как же это было. Как же это сочный ты хотел сказать? Да, да, да. Это было прям. Ну вот, собаку усыпили только что в прямом эфире. Реализация Праймал Сплита идеальная. Вот Тинси не слишком долго бегал АФК СМХ, нашел фраг, пришел, сделал его. И, пожалуйста, фармит дальше. Фармит дальше, делает блинг, делает какие-то полезные артефакты в дальнейшем. Если будет много фарма, можно даже Радик себе позволить. Почему нет? Почему нет, собственно. И готовый блинг у Акса. Теперь нужно быть крайне осторожным. Манки Кинг прыгает с дерева для того, чтобы зафармить пачку крипов. Но он должен подозревать. Дело, что у Акса Блинг есть уже. Должен подозревать. Слушай, а тут еще такая встреча может протискан. Юниверс. Мало. Неинтересная цель. Баттлхангер. Юниверс пока просто отходит. Пока Сайлнс висит, успеет ли дать голем свой варлок. Сайлнс очень достаточно долгий. Потому что второго уровня. Нет, первого 3 секунды хватило. Акса под Липом. Получает палку. Нужна помощь. Агар только по одному Титану. Много телепорта в тучей шрани стоит. По-хорошему Тинси нужно отсюда уходить. Ну зачем они пошли на этого Акса? Ну зачем? Ну куда? Ну почему? Там еще и на центре атака. Классическая. Ну зачем? Ну куда? Ну почему? Здесь Сайлнс пытается спастись, но его вряд ли удастся убить. Ой, какой Сайлнс. Ну подожди. Минуточку. Бежит он. Минуточку. Он слишком жирный. Подожди. Ах, стики Агар. Блин, как кол. Под Крепов. А, нет. Да ничего, команда, команда. Ну где команда? Повар, шот пошел. Ультимейта-то нет. Но есть мыл. Но все равно кто-то мог подбежать. Там видно же было, что за ним гонятся. Он довольно долго бежал. Помощь мог. Могли подойти кто-то как-то и спасти. Ну нападать на Юниверса, конечно, было глупой затеей. Он с Вангардом под колом. Он просто непробиваемый. Там пока магии Тинси не хватает. То есть если ты Юниверса не дизейблишь, то тебе не удается у него кинуть Мистик Флэр. И он выживает. Потому что физика его пробить невозможно. Ни Манки Кингом, ни Мираной пока что. Пока нет артефактов у этих героев. Падает вышка в центре. Пока все идет в пользу команды Фнатик. Пусть Энви парочку раз умер. Пусть Энви не очень хорошо отстоял свой лайн. Но вот у Абита и у Юниверса фарма очень много. Так, контроль рун. От ПЛД идет. И руна снизу. Но контроль это ее Абит. Бутылки нет. И стаки, стаки снова делают. Сейчас от Абита все будут фармить. Мирана 10 уровень. Будут молнии первым артефактом. Конечно, мы видим разницу между Абитом и Арбалом. Она просто огромная. 2000 золота за 14 минут. Да и в целом идут на тик 2000. Но единственное, просел немного Энви. Да, его там захейтили на легкой линии. Ставка пока идет исключительно на Акса и на Темпл. Этого вполне достаточно будет для того, чтобы выиграть эту игру. Мы видим матчи, где Ликантроп со сложной линией выигрывает, даже не имея абсолютно ничего. В самом начале покупает третий Некра Доминатор и вот он уже как бы саппортов съедает. Пожалуйста. Здесь съедать саппортов можно. Коров немного тяжеловато убить. Премлсплит у Бремастера. Лип, Мираны. Манки Кингс Арены. Если он все это скастует, то он будет стоять в арене и получать дополнительную броню. Сейчас, возможно, будет какая-то нас драка. У Варлока есть ультимейт. Пытается его подрезать сейчас Скайвер Смейш. Но Скайвер Смейш умирает от рук Темпларки. Отличный голем. И универс прыгает гол. Ну, лучше могло быть, но Бремастер понажал Скайвер Смейш после этого. А вот там ничего не нажмет. Да и... Получилось все очень хорошо. Да. Ликан сюда подошел. Получает Энви ассисты. Бремастер покупает себе Блинк. Блинк на 16-й минуте. Фейз Блинк уровень 9. Так, ну вот изолятор уже почти есть. Тут еще и стаки, видимо, чужие воруют. Фнатики. Своих иншентов мало уже, ребятам. Ну да, да. Начинают фармить вражеские. МК хочет БФ. Ну, на прошлой карте МК купил БФ где-то на 18-й, на 19-й минуте. Разные игры абсолютно. Разные игры абсолютно. Рейвену тяжеловато. Пытается он забрать ПЛА. Ловушка. И Рейвен умирает. А ровнее попадает в Абеда. Ну, хотя бы Абеда убить. А кастомп, вступили. Стрелы нет. Пошел Расплитор. Будет ли какая-то помощь. Абед, рефракшн. Нет, просто хоть невидимый ставится в центре. Пошел Сайленс. Ладно, нормальный размер. Нормальный. Даже удачный, наверное, для ТНС. У Абеда слишком много фарма, чтобы разменивать его даже на вражеского кэри. Сейчас в ультимейте Мира. О, Аркейн Руна. Ее бы, конечно, Брюмастеру активировать. Пойти где-то сплит нажать. Но жадный Армел забирает ее себе. Ну, ему нужно ману восстановить. Можно было бы там... А, погоди, у Брюмастера же тоже будет. Он мог бы помазать. Нет, нет оправдания. Согласен, согласен. Брюмастеру Аркейн Руна была важнее. Так, ну что, первая книжка есть уже в Envy? Книжка не кровь, естественно. Нужно еще немножко пофармить. Тотопия. Снова Акс. Но это Скаймак. Телепорт у нее нет, поэтому он не может как-то нажать, красиво уйти. И вставит елочку. Ну, Баттлхангер, к сожалению, висит. Да, один тик еще и университет. Но это было прикольно. Но это было прикольно. Тут, правда, было две веточки стать, чтобы полностью закрыть проход. И после этого нажимать телепорт нам. Как видите, как есть. Брюмастер берет себе урон. Вр-очка у нас снова будет такая... С физическим уроном, не саппорт. Вроде как саппорт, а вроде и фейзы, и там появится. Мелл Штром. Темпларк уже с Дезолятором, уже с Блиндаггером. Стоит опасаться еще ТНС какого-то сейчас неожиданного Рошана после любой драки, где там два героя погибают. Потому что Рошана, Лекан плюс Темпларк забирать будут очень быстро. Да, вот у ТНС немножко проседает пик по потенциалу убийства Рошана. В самом начале особенно. А вот натики этого Рошана как раз будут стараться забирать как можно скорее, как ты верно отметил. Нужно только пиков в парочку сделать и спокойно на Рошана выйти. Ибо против Титана и Брюмастера забирать Рошана в наглую вот так вот слишком опасно. Появляются молнии у Мираны. Хороший артефакт, позволяющий быстрее фармить. На 15 уровне Мирана качает дополнительный талант на скорость для прыжка. И в итоге, ну, большая скорость атаки. Соответственно, тычек ты делаешь больше. Соответственно, больше прокает молнии. Все логично. Билд великолепный на Мирану. Продолжает фармить. Фармит в данный момент свой Блэк Кинг Бар. Чтобы его не циклонили, не станили, не убивали магией. Как только у Тампларки появится блинг, БКБ, Дизолятор, то не с добра в Атинси. Это вообще непонятно, как драку проводить. У них нет ничего, чтобы остановить Тимпларку. И надо нападать прямо сейчас. Праймл Сплит есть давно. Надо напасть. Голема Варлока можно... Ну, он, конечно... Ну, кстати, прокачку-то вижу. Да, я вижу. Бояться Голема, конечно, стоит. Но СМА чего за два диспола убивает? Зациклонить Тампларку, пока у той нет БКБ или Акса. Одного из коров, короче. Любого кора можно задиспелить. Зациклонить, задиспелить Голема. Аккуратненько, при этом не опуская на землю того, кого-то зациклонил. Там кого-то стан и пытаться убить. Ну, я не знаю. Там Варлока можно попытаться убить. Тинси говорит, ладно, ладно, идем. Так это давно было пора сделать. Вот когда у оппонента был в кулдауне Голем, можно было активировать смок и пойти атаковать врага. Но сейчас уже Фнатик, похоже, готовый к этому. Энви не видит никого на карте. Видит то, что мид никто не дефает. Соответственно, просто телепортируется. На базу и Тинси в смоке, в ультимейте Мираны. Пытаются хоть кого-то поймать. Сейчас Универс, так, быстрая атака. Отлично получилось. Должны забрать акцию здесь. Еще кого-нибудь, кого-нибудь еще. Абит использует Бринг, Голем полетел, но... Отвратительный Голем, только по юнитам Бримастера. Бримастер ультимейте еще действует. Расплитер заходит. Абита поднимает просто в циклон. Поладай стоит с одним против всех. Сюда подходит наконец-таки Энви. Энви под формой. Шаклшот, Мирана уходит в лоу-граунд. Попытку убить Титана. Но зато убивают Мирану. И Энви просто быстро побежал на мид. Может быть на Рошану прямо сейчас выйти. Это будет очень грамотно. Не самый плохой Голем, кстати, полетел от Варлака. Как оказалось, он попал только в юнитов Бримастера. Только в духу в Бримал Сплита. Но в итоге Бримастера очень быстро удалось убить. Потому что подъехал Абит. Дал там Сиблейдом с Дезолятора. Практически сразу всех вырубил. Да, не все так плохо вышло. Для Фнатик в итоге отличная драка получилась. На акцию потратили, получается, Мистик Флэйр. Хотелось еще. Абита не смогли подцепить. Тут либо ошибка в микро от Бримастера. Потому что он Темпларк увидел и не среагировал. Не сразу же в Циклон ее отправил. И Абит успел поменять позицию. Резко, как только Тинси скоординировались после этого фрага. Перегруппировались. Абит под рефракшном сделал блинг. На него ты уже не полезешь. Полетел Голем. Рассредоточились Тинси снова. И Абит на контратаке всех смог поубивать впоследствии. Если бы его зациклонили, была бы хорошая драка для Тинси. Скорее всего. Они бы сделали еще парочку минусов. И может быть потеряли этого Бримастера впоследствии. Или кого-то из саппортов потеряли. Но ушли бы. Рошана не отдали. И все бы у них было хорошо. Наверное. Мы же не можем сказать точно. Мы же не видели, как это происходило. Может быть Фнатик воспользовались бы отсутствием Праймл Сплита. И пошли бы за Рошаном. Но с другой стороны там и Голема не было. Можно было бы там подраться в таком случае. Напомню, что для команды Фнатик эта карта может стать максимально успешной. Потому что если они сейчас забирают ее, то они попадают на The International. Вот так вот просто. Вроде бы одно БУ-3. Но тут все решается. Решается исход первого слота из двух возможных в регионе Юго-Восточной Азии. Тем более для Envy этот турнир особенно важен. Он все-таки из Канады. Не стоит про это забывать. Хоть играет в регионе Азия. Такой домашний турнир. Что для Артизи, что для Envy. Успел много где поиграть. И в Европе, и в Америке, и в Юго-Восточной Азии успел поиграть. Но в этот раз он будет отбираться на International именно с Азиатского региона. И не сказать, что это довольно просто сделать. Учитывая групповую стадию. Я думаю, в Европе чуть полегче. Ну, конечно, здесь два слота, а не... В Европе проще всех выйти. Чего ж так не собрал Форс? Ну, ладно. Там OG есть. Все-таки Европа... Может быть. Там только один слот, да, весь? Один слот. Один слот. И там приходится обыграть OG. Но все равно, Fnatic, мне кажется, вполне могли бы OG обыграть. По крайней мере, опыт последних крупных турниров показывает то, что OG далеко не самая сильная команда. Они, конечно, ростер поменяли. Может быть, там сильно что-то изменилось. Но пока OG обыгрывается слабых соперников в своем регионе. Некрономиконов не будет. Я, наверное, нажимаю Shift Shift и Moonlight снова не реализован. За доджили форму TNC сейчас у Ликантропа отступит чуть-чуть, потерпит, снова нападут. Ну, Moonlight и не будет, как они-то нападут? Они же не могут просто вот так вот выйти вперед и все. Ну, в смолке могут. Он, правда, сильнее намного в натику. Да, я не верю, что смолки есть, еще они остались. Может, там еще Aegis должен быть. Тем более, а Aegis нет. Точно у Ташки, да. Поэтому лучше не идти. Тем более, сейчас Лабид прям на пике. На пике. 23 минута, но он сейчас разорвает всех и его убить не могут. Если он будет держать тот же темп, то он продолжит разрывать абсолютно всех и каждого в этом матче. Да, не понимает пока TNC, что им делать. У Monkey King'а только Battle Fury. Больше ничего. Ну, Бент, наверное, считать пока глупо, что это уже готовая Яша. Мирана Драгон Лэнс. Ну, практически есть. Ну, а ребята уже зажаты. Посмотри, они боятся выходить даже за базу. Очень-очень страшно. И не хватает еще Фнатикам еще повардить прям. А у них и так вардов хватает. Вот такие вот агрессивные варды они поставили здесь. Но еще бы побольше. Куда-то вот сюда, в эту область еще повардить. Фнатикам вообще бы собраться на самом деле и вышку в миде забрать и в боте. Потому что мы уже видели подобный стиль игры от них, когда они выиграли все три лайна. Ну, в данном случае они все три лайна не выиграли. Они выиграли два лайна. Но при этом они сейчас доминируют на карте. И очень долгое время ничего не делали. Только сейчас они активируют смок. Наконец-то они собрались. И идут в бот для того, чтобы толкнуть линию, похоже. Но они попали под сканы и TNC просто отступают. Загангать там никого не получится. Фнатик, конечно, не знают точно, куда им нужно бежать. Кого им нужно убивать здесь. Они никого на карте не видят. Ну, к тому же TNC просто спрятались на свой хайграунд. Ставят в центре вард. Можно будет задевардить вражеский обсервер. Если Диджей... А, погоди, это их же обсервер. Извините, пожалуйста. Да, это их обсервер стоит. На клиффе. Но все равно задевардили из центра и опс. Да, Диджей, кстати, очень четко действует, как и на предыдущей карте. Имеет огромный Нетворд 7100. Баллингдайгер, Джабелин. Да, сильно, сильно ворваться. Связать там того же примастера. Плюс один. Это уже будет круто. Можно его быстро убить. Да, в этой мете хардлейнеры, конечно, ликуют. Вот врыв. Это Sky. Но предусмотреть. Титан решил помочь. И не факт, что получится делать это максимально удачно. Пошел расплитер. Есть голем. Прайма сплит. Есть. Уже минус 2 сделано. Отлично. Расплитер. Палка сверху. Monkey King кладет. Отлично. Ультимейт. Но вот Абита пока не пробит. Абит просто пытается всех убить панта. Остается одна панда. Да ладно. Как-то такое происходит, что просто берут и на 25-й минуте убивают всех трех панд. Когда ты сливаешь мид так, что у твоего мидера 8500, а у вражеского 14. Вот в таких играх так обычно и происходит. Monkey King вужить. Просто убегает с центра. Ну и Айгис исчезает прямо сейчас. Да, сейчас должен исчезнуть Айгис. Фактически Фнатика его идеально реализовали. Одна драка. Минус 3 героя. Заставили оппонента поражать ультимейты. Ждем следующих слотов. БКБ у Акса. И эту игру ТНС выиграть уже будет очень сложно. Потому что пока его можно там как-то, я не знаю, может задезеблить. Делать так, чтобы он хотя бы ультом никого не порезал. Или там кол не успел нажать. Или сайленс ему какой-то кинул. Сейчас это все будет сделать невозможно, когда он купит БКБ. Наши курьера потеряли ТНС в этой драке. Полайдай уровень 13. Очень высокий уровень для 26 минуты. Скоро появится и талант. А там уже, глядишь, книжки. Можно на 30-й минуте будет самым полайдай купить. И там уже и 16-й, и 17-й, и 18-й. А на 20-м, сами понимаете, Варлок становится еще сильнее. Можно будет идти умирать намеренно. Смог есть? Смог, смог, смог. Где Варлок? Не могу его прокликать. Да, смог есть. Но, по-моему, он нажал вообще... Диджей, да, перекладывает. Даст еще один смог. И, ну, тут очень хорошо. Ой, как тут хорошо-то все получается. Смирана убили быстро. Еще можно, еще можно цеплять. Там Лекан побежал. Есть собака под флоруменами. Вперед, Шакл. Отлично. Связывают еще и марки Кинга. Удар с Мелда. Диджей делает еще одно убийство. Эхо стомпус. Бил тут всех ТИМС. И юнитов, и настоящего Энжи. Но какой пауэршот! Диджей краешком цепляет. Еще и Скаймага. Тинси реально потеряны. Они как-то пытаются аккуратно стать фармить, но к ним приходят и просто убивают за считанные секунды. И из охотных играл почему бы нет? Даже без Аэгиса остается очень много у Фнатик ресурсов. Ну и можно, можно действовать. Главное, что есть Блокенбар в этом парке. Есть Акс с Блэдмейлом. Блокенбар у него, конечно, нет. Ну и ничего страшного. Падает Т3. Падает Т3. Что делать, Финси не знают. Что делать? Мид отдать придется точно. Ну и Фнатик, конечно, отойдут. В идеале бы как-то, конечно, их тут сыпануть, но Фнатики быстро очень убегают. И сразу же принимается за Шрайн. Варлок покупает себе книгу. Опять аккуратненько играет Фнатик. Особо никуда не торопится. Забрали мид. Зачем нам лезть дальше, когда нет шейп-шифта, нет ультимейта Варлока? Можно спокойно отойти. Ставки слишком высокие, чтобы спешить. Зачем, зачем? Согласен, согласен. Спокойно сейчас пофармить. Можно даже не дожидаться появления Рошана, потому что появляется голем у Варлока. Вот только-только что. Появился и... Можно с ним поддавить. Варлок покупает тебе Форстаф. Ну и ребята грызут еще один Шрайн. Табларка... Ну, на пик уже какая-то едет, да? Угу, пик появился. Манки Кинг после Яши планирует купить БКБ, но пока в такой игре трудно представить, где он этот блокинбар вынесет. Фнатики уже контролируют практически всю карту. Немножко побольше вардов будем поставить. Может быть, вардов просто нет пока. Очень много артефактов уже у героя Фнатик. Там и Варлок одевается помаленьку. У него Форстаф уже лежит в тайнике. Елка какая-то живая. Так, ну слушай, хороший геймплей. Варлок, кстати, качает еще талант на Shadow World, а не на... А не на XPU. Такое бывает редко, но, видимо, у Варлока все слишком хорошо в этой игре. Он 20-25 уровни, видимо, и так поднимет, если ему нужно будет... Интересный выбор. А ты потом на 20-м можешь взять еще... А у Еши в Ворту? Если ты будешь на 15-м такой талант... Ну, логично качать Ау Еши в Ворту, конечно же, потому что он будет синергировать с тем талантом, который ты взял на 15-м. Очевидно. Паловица. Кидай. Паловица, пайлайдай. Давай, нажимай. Ждут следующего Рошана. Зачем он стоит в Рошпите, когда у тебя есть темпларка, который может туда ловушку поставить? Это, кстати, первое, что нужно сделать на темпларке. На скане сейчас попались. Снатик, смоу, который либо камбэкнет, либо просто Тинси ГГ напишет и напишет ГЛ... Ну, скорее всего, если эту драку они проиграют, они не знают, заспавнился ли Рошан или нет. У них нет возможности туда ловушку поставить, поэтому они вынуждены. Снатик просто пойдет сейчас на топ и будет сносить там. Да, они знают, кстати, что, скорее всего, оппонент нажал смок и идет их чекать. Посмотри, что нарисовал на мини-карте Диджей. Там уже пропала эта траектория. Он как раз указал точную траекторию, по которой Тинси пошли в атаку. И Снатик, естественно, пользуется моментом, просто осаждают эту тревышку оппонента в то время, как Тинси просто бегают. Они думали, что они за Рошана хотели подраться. Они знают, что им нельзя отдавать второго Рошана. Но так получилось, что Рошаныч не заспагнулся. Так, побежал Лэнвиза, медление на ку-ку. Врывается, просто абит начинает крушить. Бараки у Скаймага нет выкупа. Что делать? Армал, Старштор, там Блэдмэл. Армал просто получает по лицу. Есть голем. Просто контролит Марки Кинга. Шаклшот, Фокус Вайер. Там дерево упало, как я понимаю. Да, похоже на то. Очень похоже на это. Марки Кин погиб, нет выкупа. Неужели так все просто? Да, ГГ. Фнатик. Еще одна команда, которую мы увидим на The International 2018 в Ванкувере в конце августа. Очень легко. Первая карта была тяжелой. Фнатики-то могли запросто проиграть. Но здесь прям с пятой минуты уже такое ощущение, что было понятно. Ликана загнобили, но остальные линии были максимально комфортные. Вот в этом-то и заключается главный вопрос. Нужно ли было так гнобить Ликантропа, когда у тебя Манки Кинг не на фрифарме находится, когда он может быть на фрифарме. Если ты встанешь в триплой. Я понимаю, что не любят сейчас в триплой становиться, но Акса и...